Торжественное открытие эксклюзивных фонарей по улице Гоголя стало следующей точкой в маршруте главы области Константина Сумара. Новые достопримечательности для Бреста – это вклад нашего поколения в историю своего города. Мастера своими руками создали на улице настоящую сказку. Это отметил и мэр города Александр Полышенков. Фонари – это подарок предприятий, организаций и частных лиц нашему городу, посвященных его тысячелетию. Мы благодарим и всех, кто принимал в этом участие, в этом благородном и очень нужном для города деле. Участие в создании своеобразного парка скульптур приняли ведущие предприятия области. Это необычный подарок городских организаций Берестию и его жителям. За такое благородное дело руководители предприятий, вложивших средства в создание творческой аллеи, были отмечены сертификатами от администрации города. Мы как Горсвид, мы просто монтировали, подсвечивали, но я думаю, что саму красоту, как фонари, мы увидим сегодня вечером. Вот когда мы зажгем звездное небо, когда включатся они фонари в рабочий режим, вот тогда и посмотрим. Ну а пока спасибо городу за то, что он отметил нашу работу. Конечно, для нас большая честь участвовать в этом торжественном моменте, это установить свой фонарь, фонарь с символом нашей фирмы на улице Гоголя. Я благодарна судьбе, что уже более 20 лет я живу и работаю в городе Бресте, в московском районе, и мы смогли внести свой маленький вклад в его развитие. Оценил литературную идею и губернатор региона. В тенистой аллее Константин Цумар пообщался с жителями Бреста, узнал их мнение о городе, его развитии и новой улице фонарей. Кстати, сегодня презентовали лишь часть своеобразной коллекции, 21 оригинальную идею. В скором будущем откроется еще 27. Необычные светильники привлекают внимание прохожих. В брещании гости города над Бугом с удовольствием разглядывают необычные фигурки, которые отлично вписались в дизайн уютной улицы. Кованые композиции в Близисоветской несут в себе символику основных героев классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Ви, Плюшкин, Нос, герой знаменитой повести «Вечера на хуторе близ Диканьки». Такие уникальные произведения не только радуют глаз, но и дают творческое вдохновение. Очень замечательные фонарики, это будет украшение города, я думаю, и вот люди пока еще не видят, но не все, чтобы сами понимаете, а потом, я думаю, это будет замечательно. Для города это хороший подарок. Фирмы, получается, себя выразили в каких-то таких абстракционных моделях фонарей, получается. То есть это, конечно, и польза, что идет освещение, плюс они презентуют себя, и мне очень нравится, что это не обычный какой-то просто столб и фонарик, а это как художественное произведение. Впечатление о аллее фонарей очень прекрасное. Идем вот с мужем и беседуем о том, что здорово, что вкладываются деньги, совершенствуется красота нашего города, преображается наш город. И мое мнение, что и бабушки, и дедушки с внуками, и молодые пары гулять и смотреть, вот как зажигаются фонари, это очень красиво. Я только что проехал по улице в обе стороны и посмотрел все фонари. Очень интересно. Оригинальные идеи. Есть простенькие, есть вычурные такие. Особенно понравилось в конце улицы, в той стороне с часами. Но на этом праздничные гуляния не закончились. Впереди еще один день радости и веселья. Город наполнен музыкой, народными танцами и песнями. Администрация подготовила еще много сюрпризов, которые подарят море позитива и положительных эмоций брещанам и гостям города.